Всем дудудум, вы на канале Фаблинкс. Подобное уже происходило и вот опять. Драма Подснежник снова находится под угрозой из-за обвинений в искажении сюжета. Как мы знаем, сериалы, которые мы смотрим, уже полностью готовые проекты, которые очень часто, особенно если проект имеет успех, сопровождают немало споров и интриг. Об этих деталях Драмы Сноудроп мы и поговорим в сегодняшнем видео. Почему многие против Драмы? Что происходило во время съемок? И как зрители отреагировали на дебютную роль Джису? Будет интересно. Приятного просмотра. Отправимся в 2020 год. Компания YG подтверждила участие Джису в сериале Сноудроп. После того, как корейские СМИ сообщили о включении Джису к составу Драмы Юхёнми и Чо Хёнтака, работавшими над Драмой Небесный Замок. К этому Джису ушла ещё с начала своего пути, когда только пришла в компанию с целью стать актрисой. Хоть планы и поменялись, и она стала участницей музыкальной группы, она всё же снялась в эпизодической роли в Дараме Продюсеры и Хроники Аздаля. А полноценную главную роль она получила уже в 2020 году в Дараме Подснежник. 5 октября 2020 года происходило чтение сценария. С конца октября начались съёмки. А как мы помним, в то время у группы был пик активности за всё время, так как они выпустили дебютный полноформатный альбом. Уже в следующем месяце съёмки были приостановлены из-за одного из второстепенных актёров, который оказался контактным с больным. Но уже через несколько дней после полной проверки и сдачи всех анализов, съёмки были возобновлены. На площадке, по всей видимости, всё происходило строго, и особо качественных фото за всё время съёмок мы не получили. Но если фото в сеть не отправляли, то незаконченный сюжет в сеть просочился. После чего началась критика, обоснованная на предположениях. А именно, начались разговоры об искажении истории, реальных людях, шпионах, отношении к государств и подобных вещах. Из-за чего приходилось выпускать немало заявлений и просить зрителей не делать поспешных выводов, а ещё не в вышедших проектах. Одна компания даже решила разорвать контракт о сотрудничестве, извинившись за то, что уделили мало внимания этим моментам. Как гласит заявление канала, Дорама не связана с демократическим движением. А также пришлось поменять имя героини Джи Су, так как так совпало, что человек с таким именем существовал в истории. Она была лидером союза женщин, которые выступали против диктаторского правительства, состоявшего из мужчин. Поскольку беспокойства продолжались даже после выхода Дорамы, на одной из недель было показано сразу три серии, вместо положенных двух. Чтобы раскрыть больше сюжета и успокоить зрителей. Но даже после стольких объяснений и заявлений, в Голубой дом была подана петиция с требованиями закрыть канал, на котором транслируется Дорама. Предыдущие заявления с пояснениями только усилили гнев общественности. А до этого была создана петиция об отмене Дорамы Подснежник, которую подписали более 300 тысяч человек. И многие спонсоры отказались от поддержки Дорамы. Суд отклонил запрос о запрете, постановив, что Дорама вряд ли ведет зрителей в заблуждение. Помимо этого, критику получает Джи Су. Некоторые зрители недовольны ее актерскими способностями, гнусавым голосом и произношением. Ей советуют продолжать быть певицей, но не актрисой, так как ее игра не хороша, а голос не подходит для сериала. Некоторые даже доходят до того, что желают Дораме провала и отказываются от просмотра. Другая сторона зрителей считает наоборот, что она очень хороша и превзошла ожидания. Возможно, это все-таки оказало влияние на Джи Су, так как она не обновляла профиль Инстаграм с выхода первой серии, то есть с 18 декабря, когда остальные участницы загрузили посты в Рождество и показали подарки в историях. Несмотря на такое количество негатива, более приятным моментом быть. В день дебюта Джи Су, то есть в день выхода первой серии, в Корее пошел снег. А как мы знаем, снег или дождь часто сопровождает Блэк Пинк, когда у группы намечается камбэк или какое-то событие. Подснежник является одной из просматриваемых Дорам в Южной Корее и вошел в рейтинг 10 лучших сериалов на Disney+. Интересный факт. Актер, сыгравший брата героини Джи Су, является фанатом Блэк Пинк еще с 2019 года. А режиссер Дорамы не планировал включать актеров-новичков на главной роли. Но когда увидел на прослушивании Джи Су, то понял, что она идеально подходит на роль Йон Ро. И самый забавный факт. Мы наконец-то смогли увидеть, как плачет Джи Су. Ведь этого не происходило на камеру за все время. Хотя было немало моментов, в которых было трудно не заплакать. Джи Су та самая артистка, которая плачет за деньги. Ну что же, в заключение отметим, что хейт это неотъемлемая часть успеха. Без него бы не было роста. Главное, что Дораму не отменяют. И выход серии продолжается. Телекомпания делает все, чтобы идти навстречу зрителям. На сайте они создали доску объявлений и специальный чат для обсуждения и решения проблем. На этом пока что все. Спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать Джи Су и других актеров сериала «Подснежник». До скорых встреч.